Привет, зритель! Сейчас где-то без пяти минут, шесть утра. О, а резька прискакала с кухни, с окна бегемотинга. Это выход с крыльца. Столик пчеловодный. Это у нас обзор моих угодий, скажем так. Ну, они на одну треть мои, но когда это удобно, они совсем мои. А когда это не совсем, когда это удобно, не мне, ну, когда это не мне удобно, то они совсем мои. А когда это не совсем удобно, то они наполовину мои. Там он, бассейн, наверное, впервые я показываю его. Правда, сейчас он без воды и в состоянии мытья. У нас сейчас тюмен, моё, какаси-сан, в смысле, пугало. Ну, я не только на одном месте стоять буду. Я вообще хотела сейчас тебе показать, да, вот ту. Вообще, я думала вчера показать, но как-то не случилось. Когда тут стояли медоголовники, я в предыдущем ролике показывала, говорила, что вот здесь вот окно заделанное, но сейчас оно заделанное. Ей сейчас лофа, все эти кошки и коты, которые её гоняют, дрыхнут дома. Она решила погулять. А вот так выглядит вход со двора, куда мы с тобой, в принципе, заходили в том видео. Тут, вон, дверка есть. Одно время, одни хулиганы, которые сюда исключительно на месяц раз в год летом приезжали. Точнее, один приезжал на лето один раз в год в месяц. Ну, как не заснять, хотя она уже перестала копаться там. А другой периодически приезжал летом. Открывали вот эту дверцу и хулиганили над моей бабушкой, ныне покойной. Здесь вон шифер. Ну, вообще, как бы раньше одно время тут был такой маленький заборчик. Не знаю, может, на каких-то фотках сохранилось, а где? Может, даже черно-белых. Это, как я говорила ранее, куриная сарайка. Сейчас в ней частично дрова и всякий хлам. Сейчас, по большей части, у меня всякий хлам. Потому что, когда я пыталась найти там дрова, если они и были, то их прилично заварила всяким хламом. Так же, как те, я думаю, те же люди делали. Завалили ветками изначально. А мне потом уже туда таскать приходилось. Мою грядку с клубничкой и одичавшим чесноком. Вот бассейн. Это вот у нас таковый осадок от воды идет. Ну, сейчас мне, как бы, сделали добрый дядечка Васичка. Ну, вообще, на его... Ну, как бы он мне дядя. Ну, называем мы его просто по имени Вася. Сделал мне мотор. Нормальный шланг. И вода идет чистая. А так вот шла с таким осадком, как бы, благодаря таблеткам для бассейна, ссора специальная, белорусская, кстати. Она оставалась прозрачной, но на дне появлялся вот осадочек. Она устраивалась и осадок появлялся. И вот вчера я слегка помыла. И он у меня обычно за 3-4 раза мытья, так это отпадает, этот осадочек. Я наберу свежую воду. И я думаю, что она уже не будет таким осадком. Сейчас я в опасное местечко схожу. Полчаса назад я выкидывала мусор, но мне стало стрёмно. Я надела... Надела... Нацепила, короче, на голову полусложенную пчелиную сетку. Орешник, за которым я моюсь, он самосевом. Эта дверь, вот она, как раз от этой сарайки. Это все эту сарайку дедушка делал. Там он был вход к курицам. Ну, если повернуть ее на 90 градусов, то тут дверь. Это был вход к курочкам. Там еще такая досочка была. Ну, как бы, как горочка. Они туда заходили, когда дверь закрытая была. Это кушечка до курочек. Однажды моя тетя сказала, что она там уберется и сделает комнатку. Но так как ее мои сестры, и не только... И все, кому не лень, пытаются загрузить, наплевав, что у нее вообще-то могут быть какие-то свои желания. И что ей хочется просто тоже отдохнуть. И что гинго-белоба не помогает в тех случаях, когда человека настолько замуровывают чужими делами, что он может что-то забывать. Что ему просто нужен отдых. Что вот это ее вот идея, разобраться тут и сделать комнатку. Так как она в лету. Вон тут зеленый улей, он пустой. А все остальные... Наверное, с пчелами. Вот вот, этот пустой улей. Вон тот с номером 6 злой улей. Вот на который сейчас камера направлена синий. Он пару раз был злым ульем, но на самом деле злой улей это вон тот другой синий. Там такие пчелы. Только открываешь крышечку, снимаешь подушечку. Тетя отсобачивает холстик, стамесочка. И на тебя сразу, попик, что ты с дымарем, садятся такие пчелы и как бы говорят тебе, что приперся. Силанг. Место моего нынешнего душика. Вот это вот изначально была дедушкина сарайка. Мастерская, так сказать. Тут тоже, видишь, это... Я сморкаюсь. Завешана такой пленкой. Тетя завесила, потому что там стекло неполноценное. И туда залетают пчелы. Осы. И иногда жопы с ушами. Вчера меня две атаковала ночью. Я хотела поработать немножко. У меня Мавави двое суток. Последняя версия и предпоследняя... Стала работать как предпоследняя версия, короче, не фуручила. Двое суток я сохраняла один ролик, так и не смогла сохранить. И хотела поставить немножко другую версию, более раннюю. И вот у меня в этот момент стали атаковать две наглые бабочки. Бабочек я называю жопы с ушами, потому что я их боюсь. Давай я тебе сейчас покажу внутренность. Сейчас, конечно, тут это реально такая пчелиная сарайка. Вон там, видишь, штучка. Это грибы. Мы с тетей в прошлое воскресенье ходили за ними. Гриб, труповик, трутовик, хрен его знает. Ну, короче, тот, который растет на деревьях. По крайней мере, как я поняла, он растет на деревьях, которые уже отжили свое. Там на пнях каких-нибудь. Или на деревьях, которые должны отжить свое. И у нас был... Короче, какой-то там родственник ее знакомый, которому она отдала рой, сказал, что вот этим хорошо растапливать дымарь. И она попробовала у него и сказала, что действительно хорошо. А вон та вот фигня, это как раз дымарь. Он заткнут. Ну, давайте приблизим, что ли. Там клеенка и покрытая подозревают. Да, вон там дырочка. Крышу-то нам еще как бы за три раза один умеет смог покрыть. Потому что свои умельцы... Не будем говорить, что только жрут мед, потому что будут говорить, что нет, они все работают. Ну, знаете, как бы моя мама тоже работала и находила время на деревню. Бабушка с дедушкой, я подозреваю, тоже работали. И находили время на деревню. И тетя моя работает. И находит время на деревню. Ну, люди, у которых неправильно расставлены приоритеты, вот видишь, какие щели. Вот они как бы не могут распределить свое время так, из-за того, что у них расставлены приоритеты, чтобы уделить его туда, куда действительно надо. Ну, то, что тут куча всяких полочек и еще что-то на них даже висит, это, конечно, вот говорит, что тут, короче, когда-то была сарайка дедушки, вот тут он всю проводку проводил тут. Вот эта вот шляпа пчеловодная, она же сетка. Тут он ведро с гнилушками. Тут еще два дымаря, но они, по-моему, что-то с ними не так, короче. Один какой-то очень сильно допотопный, а другой не знаю, что с ними не так. Зимок. Вообще у нас был очень хороший секатор, немножко другой, но он ушел погулять, так же, как мой насос, о существовании которого, точнее, о том, что это действительно насос, я узнала в прошлом году. И думала в этом году сама накачивать, но ему сделали ноги. Ну, знаете, вот так пришли. Ой, у вас крышка есть от этого самого, даже две, с дедушкой сделанные, от ведра с водой колодечного. Вот шестерка. Или девятка. Ну, каждый домик, как ты уже понял, он был с циферкой, но вот на одном была она подписана краской. На том самом. Где он тут? Сейчас на него камера выйдет или нет? Или сейчас это... Нет, с этого ракурса тут другие улей выглядят. Полосатый улей. Вон тот крайний улей. Вот. Он тот. Я поливала вокруг него чайником, потому что там эти... Три чайника кипятка варила вниз, потому что муравьи шарахались. Зрители, если ты вдруг тоже занимаешься пчеловодством, ну, вдруг внезапно. Дошел до этого места и занимаешься пчеловодством при этом. И у тебя тоже проблема с муравьями. И ты при этом знаешь, как ее решить более быстрыми путями, чем мы. Потому что в прошлом году я ездила в Прилуги, чтобы купить манки и обсыпать этой манкой в тех местах, где были муравьи, но толку не было. Но кто-то сказал об этом тете. Что это якобы действенный способ. То дай знать в камень, да. Вот это холстик. Вот холстик. Ну, помимо того, что вот знаешь, бывает холстик для картин, на которых масс, он пишут. Холстик, да. Вот на этом холстике, будь он чистый, можно писать действительно маслом. А еще его этот, пчелам кладут. Холстик. Топор. Не Раскольникова, конечно, но просто топор. Слушай, что тут только нету. Вот это стамеска. Вот это прополис. Это магазинные рамки. Их можно и натянуть, хотя одна из них даже натянута. Ну, в смысле проволокой. А потом навощить. Вон там рулят великом. А это велик, на котором я раньше ездила, а потом внезапно он не стал высок. Там, возможно, на пару миллиметров просто сиденье поднято и почему-то не опускается. Вот эти две круглые хреновины, это райовни. Слетая, от роли снимаешь, ставишь ее, машешь пероем. Пчелы туда фига, закрываешь крышкой. Ну, это я в теории, как бы говорю. Я в практике не делала, чтобы закрыть крышкой. Хотя райовню как-то ставила. Подозреваю, что вот эти конусы, это тоже райовни. Их обычно вешали на кусты, но не деревья. Но у нас кое-какие кусты, деревья там. Рябина была красная. Спилили. Пила как раз вот. И от старости лет. Безмен это безмен. О, кошка проскакала соседская. Вечно беременная. К пчелам. Пока они не настолько активны. Безмен. Мне показалось, что тут бабочка была. И рука слегка, возможно, дрогнула. Но это моя тень, оказывается. Пуганная ворона и куста боится. Так вот, велик. Велик, по-моему, это бабушки или моей тети, я не знаю. Ну, и вон там, рот дедушка делал раньше. Это, он как бы спущенные колеса. Думаю, там можно накачать, и он будет на ходу. Если вдруг решишь ко мне приехать, привозить с собой насос. У деда, конечно, есть машинный. Я подозреваю, не только машинный. Но ты можешь сам накачать или сама. Вот эта вот рамка, на которую я сейчас смотрю, да. Это магазинная надставка как раз. А это гнездовое. Гнездовой отдел. Вот он. На котором вот тут баррикада. Баррикада. Чтоб тебе ещё-то показать. Тут вон проволочка всякая. Рамка гнездовая. Да, потопная. Чё она тут до сих пор висит? Загадка природы. Я ещё чё на камеру тут снимаю. Мне самое интересное, чё тут. Да, мой ведро. Надставки магазинные. Ну, там, я думаю, тоже всякие надставки магазинные. И не только магазинные. Было время у нас иногда на одном или по нескольку магазинах наставок-то было. Ну, тут тоже магазинная надставка. Гвоздики всякие. Да, вот это вот вставляется сюда, и идёт вода. Вот тут, видишь, такой завал. Это я вот этот шифер отсюда утаскивала. Из угла. Но вот тот шифер, который совсем упал, это, можно сказать, часть душа была раньше. Раньше вот тут был душ. Была такая ванна чёрная, туда вода наливалась, у неё краник открывался, и шёл душ. Дедушка делал. Эту ванну чёрную каждый сезон ставили. А потом там появились, часто стали появляться лягушки. Вот я боюсь бабочек, а кто-то боится лягушек. И нам с бабушкой уже не было такого счастья, чтобы был там душ. В итоге там всё заросло. Вот здесь вот раньше параллельно забору и душу была малина. Сейчас малина, а потом стала буковкой Т. По большей части перпендикулярно сейчас эта малина. Я вот хочу посмотреть, есть тут ягоды или нет. Хотя, наверное, на приближении это не вариант легче. Ну, вот, слушай, на приближении вариант. Я вижу ягодку, даже не одну. Надо туда зайти. Короче, в итоге малина стала вот здесь. Ещё одно время. Вот раньше здесь была какая-то грядка. Может быть, есть какие-то фотки где-то всё сохранилось. Если тебе интересно, дай знать в камень. Ты порой в фотоальбом. У меня ещё есть как раз какие-то фотки, которые надо разобрать ещё с механкой. А потом здесь тоже одно время росла малина. Это, мне кажется, слива самосевом. Она в прошлом году была небольшая. В позапрошлом вообще не отличалась от малины. В этом году весной она была раза в два меньше. И в начале лета. А сейчас смотри, какой слон. Так, Марине, я подойду чуть попозже. Сейчас я тогда с тобой выползу, постараюсь как-нибудь. Уже не рискнёшь здоровьем мимо ульёв. Но к ним я поближе подойду всё же. В этом году у нас только два раза ещё мёд качался. На ведро и чуть побольше ведра. Я помолчу, может, ты услышишь их жужжарие. Это вот вид отсюда. На куст чёрной рябины, черноплодка, арония она же. Вон там у меня этот. Ты, может, какие-нибудь ролики до этого видел, и там фрагментами было, что верёвка была в другом месте. Вот так как спилили яблоню, которую я ни разу не плодоносила, то теперь верёвку я повесила вон там, в трёх местах. Вон там идут орешники. Тут тоже, кстати, орешник и, возможно, ива. Она же называется ветло в народе тут. Алиска. И застыла. Бегемотинга. Тут, конечно, надо бы прокосить, но если и была коса, была коса. Я и не умею владеть. Я думаю, эта коса уже сплыла. Ну, так же, как насос, крышка от ведра и много чего ещё полезного и не очень. А есть ещё те, которые умеют косить. Но, как я уже говорила ранее, они неправильно расставляют приоритеты. И они тут как-то приезжали косить, когда тут всё уже заросло так конкретно. Вон, я вижу малинку даже без камеры. Я потом отвлекусь за хомячью малинку и продолжу обзор тебе. Вот это куск калины, слушай. Он так цвёл. Я, конечно, понимаю, что половина цветов из того, что цветёт, отваливается. Но там больше, чем половина отвалилась. Вот это калина, рядом с ней Каринка. Я хочу к ней подойти, но лучше бы, конечно, штаны надеть. Они в ночнухе поверх халатик. Вон там, вон, эта слива в этом году она не цвела. Дальше орешник. Там слива, кстати, самосев. Эту сливу кто-то из родственников сажал. Есть какие-то растения, которые сажали ещё Шурик, бабушка и дедушка. Но их почему-то приписывают, посаждение их приписывается к тому человеку, который сюда приезжал по большей части пожрать. Либо не приезжал в те времена и другим не позволял особо приезжать. Скажем так. Ну, это называется выдавание в памяти желаемого за действительное. Некоторые моменты из нашей жизни даже моя бабушка выдавала желаемое за действительное. А я иногда помнила какие-то вещи, но думала, что-то мне приключило или было параллельно вселенной. Оказывается, так и было. Ну, в общем, да, кстати. Как говорится, разночтение или друг друга не так поняли. То, что я называла омутом, оказалось прудом. Потому что человек не совсем так меня понял. Так вот, там то, что по дороге, как я раньше говорила, по дороге к омуту, это по дороге к прудам. И туда дальше, за эти пруды, была дорога. И 15 лет назад она действительно была. А потом все заросло. И вот когда 15 лет назад она действительно была, мы с бабушкой как-то приехали на великах. Она была там у своих друзей в Степаново. А я поехала на велики. И доехала до единственного дома. В той деревне, где там был дом, какая-то собачка и машина. Я дальше не решила ехать уже совсем. Чтобы совсем вблизи сталкиваться с жителями или с собачкой, или машиной, или с жителями этого дома. И уехала обратно. И у меня память эта сохранилась. Естественно, я потом, когда там была, этой дороги уже не было, я была уверена, что мне это, может, приснилось. Может, это я помнила чужие воспоминания. Ну, бывает такое. Может, еще что-то. Ну, там что-то из прошлой жизни, из параллельной вселенной и т.д. и т.п. Но оказалось, что это дитя мои воспоминания, что там действительно была когда-то дорога. Вот выход к пруду. У нас же была как бы загородка такая. Кстати, за душем была дверь изначально. И когда там маленькая я, которая была 3,5 года где-то в этом месте, сидела за костерком, на котором как-то так вот было сделано, что на этом костерке стояла сковородочка, и бабушка жарила оладушки в виде гусей. И оно было чуть более под горку, чем сейчас, потому что как-то немножко опустилось, дом оказался еще повыше. И двора тогда не было, его только вот еще начали строить. Отец с дедушкой, вот как раз они огород тут застраивали. И там был вход, как раз у куриной сарайки, потому что был вот так вот, загородка. Есть, наверное, какие-нибудь фотки, где вот это есть. Еще, возможно, часть огорода оставалась уже тогда, когда я вела блог. Я просто не помню, в каком году я начала деревенские видеоблоги снимать. И вот так оно шло. И вот здесь был еще выход. Потом там построили душ, и эта дверь уже как бы не функционировала. Это вид отсюда. Здесь орешник, он с нами как бы здоровается. Я специально не искала, но когда как-то пошла, то где-то я тут приличненько орехов-то увидела. Мне еще дед спрашивает, орехи есть? Орехов-то, наверное, нет. Я говорю, есть, говорю, что я видела. А потом пошла что-то сюда, я смотрю. Так вот, как бы, где-то специально не видишь нифига. А где вот так случайно увидишь, а потом начинаешь видеть их даже там, где до этого не видел. Ну, короче, они как грибы-мухоморы. Так вот, это выход на пруд. Раньше там был такой мостик, деревья не настолько развалены. Поближе стояли, сейчас они как бы последние лет 10, если не чуть больше, подупали. И мы по этому мостику шастали на пруд. Там был тоже мостик. Зачерпивали воду и маленькие, в маленьких ведрах уносили взрослые, в больших ведрах. Там еще березки две было или одна, две, наверное. И лавочка. А с той стороны были кусты, и мы жгли костер стабильно, ну, детьми будучи. Есть даже фотка какая-то, ну, как бы фотик у нас с мамой был 96-го года. Кодок, который до сих пор жив, я его даже вроде обозревала. Да, обозревала. И, короче говоря, он этот, там есть кадр последний. Но это сейчас вот как бы на цифровиках, понимая, что там можешь фоткать, на флешке остается. А тогда, как бы, непонятно было, 36 там кадров, иногда плюс-минус было 37 или 38. И мама, ее подруга с дочкой, с которой мы до сих пор общаемся, это единственная мамина подруга, которая до сих пор поддерживает со мной связь, не впав в маразм такой, типа, мне не выгодно с тобой общаться, с вами общаться, или еще какую-нибудь дурость. И это самое возможное, бабочка была в кадре. Вот там, потому что прилетела сейчас. Короче говоря, там был такой кадр, стоп-кадр, можно сказать. Моя маманная, мамина подруга, дочка маминой подруги. Кто-то куда-то, а, сосед поехал обратно в Калядин на работу. Я думаю, слышно этот звук было. И, короче, вот там вот жгли костер. Потом березку бобры схреначили, и лавочка тоже, соответственно, пришла в негодность. И по мостику я не помню, в каком году, все хочу у тети уточнить. У нас этот вот случился насос. И мы стали уже брать воду с пруда, именно как вот у пчелиной сарайки, накачивать насосом. У Шурика была лодка резиновая, и мы даже с сестрой на этой лодке по этому пруду катались. И раньше здесь, конечно, косили. У нас, как я в предыдущем видео говорила, у нас одно время периодически были телята. Мне почему-то кажется, что у нас были овцы какой-то год. Но, возможно, это просто воспоминания, когда заблудившиеся овцы-бабунины прискакали к нашему дому. У нас стабильно были курицы и кролики. И потом еще уже после дедушки были курицы, какое-то время бабушка держала. В сарайке, где у меня первый велик стоял, как раз вот были эти курицы. Ой, бабочка. Жуткая, мерзкая. Улетела. Почти как птица. Ну и сейчас вот здесь, короче, очень редко. В прошлом году тут мой зять с сестрой прокосили. И туда вот дорожку тоже, хотя мы уже не пользуемся. Ну и здесь еще прокашивали. И это вот как бы вот это вот, вот эта дверца, и вот там вот еще столбик такой. Это остатки от загородки. Потом тут как бы были сначала, да, вот это тоже остаток, это был выход, остаток от загородки. Было как бы досками проделано. Потом уже доски какие-то пришли негодно, если это заменили на сетку. Но в итоге оно все, конечно, повалилось. За этим надо смотреть. Бочка. Думаю, надо уже отсюда валить, если бабочки такие наглые. И сосед на работу ускакал, то тут скоро будут эти самые, и пчелы летать более активно. Вон там, смотри, береза выросла. Да, он так высоко вымахал. Вот так, по большей части, тут орешник. И орешник сажал дедушка. Вон там рябина, вот еще куст рябины. Какой-то самосев он пошел, какой-то скосили. Ну, в смысле, спилили, потому что она болела, и из нее тоже пошли из пневекки. Каринка, которую я уже очень много лет не могу поесть, потому что наглые птички ее сжирают. Либо она болеет, либо и то, и другое. Причем сжирают они ее еще даже незрелые ягодки. Другая там, ну, можно сказать, я хотела бы сказать, третья куска земли, но это, наверное, даже одна, пятая или шестая. За домом я ее тебе тоже покажу, а пока прорвусь и пойду к малине. Туман спадает, ягод на самом деле мало довольно. Сейчас тебе орехи покажу. Не знаю, как-то специально, может, она на камеру не вылезала. Посмотри. Орехи. Там еще кое-какие есть. А вон, другие увидела. Короче, тут довольно прилично орехов. Да он даже рядом еще. О, в кадр сразу и там, и там. Я думаю, надо заканчивать наш с тобой обзор. Раз сосед уже на работу уфинтюлил. Туман спадает. Растение прямо из стены выросло. Так вот, все, что я обрезала, по большей части, где-то одна десятая дала. Цветы и ягоды, соответственно. Сейчас можем чуть-чуть вот до упора тут пройти. Вот это куст. Черная смородина, очень мало на нем ягод в итоге было, хотя отцвел хорошо. Вот это кустик вырос в этом лето на основе пня. Там видно даже этот пень. Это яблоня, которая нифига не плодоносила. Там он тоже еще был, ну, как бы намек на кустик. Вот это вот. Там, кстати, раньше росла мальва и мята. Ну, стабильно некоторые с приоритетами неправильными скашивали эту мальву с мятой. В итоге мята уже не растет. И мальва в этом году, видимо, тоже. Но я на брошенном участке собрала в этот раз мальву себе. Ну, правда, моя тетя сказала, это же дикая мальва. Ну, на самом деле, вот то, что называют декоративной мальвой на мальвах, да. А это лекарственные алтеи или как-то так. Вот это он как раз и есть. Это дикая мятная мальва. Ну, в общем, там две яблони было изначально. На одной были яблоки, но она болела. Она один раз в прошлом году на одной ветке только цветы были. Ну, в общем, как бы у нее и ствол уже пошел болячками, бесполезная яблоня. И вот на ней как раз была веревка. Тут еще был где-то в этом месте забор. Чуть подальше, потому что ягоды были за забором. Тут вот куст красной смородины, который уже раз пять уменьшился в этом году. Несколько ягодок было. Ну, я надеюсь, что их птицы сощипали, те ягоды, которые были, когда я уезжала в прошлый раз. Хотя, ну, как бы, не будем плохо думать о людях. Будем считать, что-то общипали птицы. Вот это уже при бабушке делалось, потому что у нас раньше вместо дороги было, ну, как бы, такая, типа, тропка. И сюда подъезд был на машине. Машина, как, был период, что она сюда въезжала. Это остатки от загородки было. Тут была дверца. И оно подходило, как бы, к огороду. Вот как раз эта дверь тут лежит. Но чуть дальше было в прошлом году. Мы с тетей еще доделывали, а потом в итоге все убрали. Потому что все равно оно ветом падало, спадало. Ответ, ну, от сильного ветра. Это вот лавочку родственник мой сделал из змеевика, который вот старые змеевики вот на механке у нас снимали и меняли. И вот как раз на его основе эта лавочка. Вот то, где раньше была моя грядочка. Не только она. И теперь вот тут. Вот это вот. И вот как раз, где вот эта трава начинается, ветло. Ветло было за огородкой, за огородом. А трава, соответственно, перед огородом, вот это, докуда там докошено, видно след от косилки. Это как раз вот была территория огорода. На самом деле территория дома, она чуть побольше, ну, в смысле нашего участка. Вот так вот заканчивается. Как раз порву идет. Вот моя вторая веревочка, часть веревочки. Покупала ее на вайдбрид за каких-то там 50 с чем-то рублей. Я, конечно, ругалась, что спилили некоторые ветки нижние, где вот липа сюда спадала. Но так вот намного лучше, в принципе. Они, по сути, были старые такие ветки. Ты видишь, она решаем покрыта, вот эта липа. Ну, тут не желтый решай, так что она вполне еще меняемая эта липа. Вот если пойдет еще и желтый решай, то считай, все. Можно дерево подспил. Там наш дуб. Вот это все дуб, клен, и три, по ходу дела, липы. А нет, дуб, клен, клен и липа-липа. Это сажал дедушка. У тебя вот ничего-то кажется, что это тоже липа. Дуб, липа, клен и еще две липы. Сажал дедушка. И, ну, в принципе, сажалась специально, по сути, для пчел, потому что, как ты знаешь, ну, если не знаешь, что сейчас ужинаешь, бывает липовый мед. А бывает в переносном смысле липовый мед. Вот в некоторые года бывает жаркое очень лето, засушливое. И, с одной стороны, липа выделяет этот нектар. А, с другой стороны, если прошел дождь, тут же смыл весь нектар, и все, уже будет бесполезняк. Такую липу, когда собираешь, она не пахнет. Когда она высыхает, она пахнет, как деревяшка. И, если потом говорят, что, ой, знаете, или наоборот, очень сильно дождливое лето было, там все равно ничего не увидится. Там занавеска. Так вот, если говорят, что при плохом лете был вот этот, ну, дают мед за липовый, то очень может быть, что это мед какой-то иных, с каких-то иных цветов, совсем не липовый, потому что липа в этот год, допустим, не цвела нормально, не было липового медосбора. А может быть, вообще не мед. Варенье из-за дуванчиков у нас одной соседки на механке, уже покойной, как-то втюхивали одно время. Под видом меда. Нет, просто стало... Я почуяла, что сейчас буду чихать, поэтому иногда, когда я чихаю, мне рука дрожит больше, чем нужно. А я снимаю на руке, как ты понял. Я вырубила камеру. Сейчас тут всякие бабочки полетели. Идешь так, потравяйте. Ночные жопки с ушами шевелятся и вылетают. Моя тень. Мостик, который нам дед сделал. Это как бы муж бабушкиной родной сестры, которой тоже уже нету. В живых холм. У которой мы раньше брали молоко. И помогали всем семействам на Синокосе. Ну, всем семействам, которые здесь на тот момент была. Мама, тетя. Я с сестрами. Бабушка с дедушкой, наверное. Этот мостик, на самом деле, часть двери бывшей фермы. Раньше вот отсюда была дорога вот так вот. Вот через это проходили. Там как бы, в принципе, есть дорога. Учитывая, что ей давно никто не пользовался, она заросла и... На обум только идти. К ферме была прямая как бы дорога. И она огибала вот этот вот фонарь. Я тут в прошлом году еще вспоминала. Думаю, как же у нас же светло всегда было вечером. Но вот этот фонарь действительно работал. И было очень ярко. Вечером, потому что с детьми, ну, будучи детьми, мы устраивали. У нас дискотеки были у дома. У нас вообще ничего в палисаднике не росло. Там, где сейчас травка всякая. И было довольно светло. Есть всякие там черно-белые фотки. У нас танцующих. Вот Галкинский дом. В каком-то плане заброшенный дом. Ну, хозяева его как бы продают. Но он не оформлен. Насколько мне известно. Вряд ли до сих пор ситуация на данный момент изменилась. И, короче, сами они в Угличе. Но вот дом как бы продают. Кто желающий, может купить. У него, видите, крыша шифером покрыта. У нас с толью. И там немножко другая планировка. Тоже чуть-чуть другой. По-другому отличается. Вот у нас вот с этой стороны вход. У них делится там на две части. Вот у нас практически двух типов. Террасы, ну, крыльцо. Есть вход вот как вот здесь, вот посередине. А есть вход как вот с торца у нас. И он тоже, в принципе, на три окна. Но там чуть-чуть иная планировка. И поэтому места чуть больше внутри. Я ни разу не была за всю свою жизнь здесь. Вот, ну, мои какие-то родственники тут у них были. Я вообще во многих домах, в принципе, не была внутри. Здесь вот раньше была тропинка. Вот прям вот так вот шла до того, как в шестнадцатом году положили дорогу. И сделали вот этот маленький ров. Здесь вот была тропинка. И там был мостик. И вот как раз вот шло-шло-шло через наш вот этот участок. И до туда. Не помню, как называются эти цветы. Но раньше я их одно время путала с змеиным горцем. Потому что похожи по цвету, как цветут. И как кого-то из них дедушка называл хлебной травкой. Я думала, что змеиного горца. Я сама его так называла. Ну, видимо, так и называла. Но так как я их путала, я думала, что это одно и то же. Они как бы родственники. Вот. Вид отсюда. На мой дом. Гамак покрыт одной-второй пододеяльника. Потому что птицы засрали в этом году гамак. Пришлось его мыть. И вот принято решение было покрывать, когда не качаюсь. Велик мой. Мой первый велик мной купленный. В котором в городе два года жил. Потом сюда переехал. Красный клевер мне показалось, что это розовый. Редко встречающийся по цвету птичерестник. Видишь, там синяя, а здесь желтая. Это еще изначально, когда тут дедушка окна заменял, он покрасил это синим. Синий краской. А потом уже без него, по-моему, красили желтой. Тут раньше была перекладина и висела качелька, которую ты мог видеть на одном из видео, которое я снимала еще на стыдикам на телефон. В начале этого летнего весеннего сезона дачного, когда мы сюда в апреле на раститель приезжали убирать территорию, она к пчелам. Эту качельку мы потом отдали соседям, у них был маленький ребенок на тот момент. А качелька изначально принадлежала родителям, скажем так, бабушке, родителям отца моих двоюродных сестер. Вот так. Полисадник тоже делал дедушка, но он уже, видишь, от старости, мы в 87-м купили дом, он в 88-м, скорее всего, делал этот полисадник. Он изначально зеленый, мы хотели его с тетей покрасить еще в прошлом году, но как-то вот так все не получалось, в итоге он так и остался. Я хотела сама покрасить, но он сказал, что краска дорого стоит, это уже бесполезно. Но дорого в смысле краска, много краски понадобится, дорого выйдет, и красить вот такие доски уже бесполезно. Акация желтая. Там раньше тоже была дверца, но у нас были такие очень шумные соседские дети, которые думали, что с чужим вещам надо относиться, как не пойми к чему, и вот итог этой дверцы она сломалась, а потом на две части. Сейчас здесь уже, ну, как бы опасновато проходить, потому что куст еще так наклоняется, из-за того, что там маленький такой скот с земли. Мне кажется, у нас вот этот рог чуть-чуть оттяпал нашей территории, потому что у нас прямо шел, теперь он слегка порву идет. Тут вот камень, там еще камень. И там пройти сейчас немножко опасно стало, тем более с камерой. Я сейчас просто зайду внутрь палисадника и покажу тебе оставшуюся часть нашей территории. Тут вообще как бы три камня. Камень, он там еще камень, и вот тот, который я там показала до этого. Тут березка, вообще изначально тут была маленькая елочка, которую еще мама посадила. Ну, как обычно, не спросив разрешения, взяли эту елочку, спилили и увезли себя на Новый год, хотя тут в местах было других елочек, завались. Увезли в другое место на Новый год. Ну, из одной деревни в другую деревню. Вот эти вот веревки, тут раньше такая цветная фасоль декоративная была. Есть кадр такой, там бабушка катся в окне, и я рядом. Или просто, или еще другой кадр тоже мама делала, я там с мамой на фоне вот этой фасоли. Куджасмина. Ну, там маленькая березка. Когда мы сюда приехали, тут маленькие были, тут очень много было сиреней, и загородка полисадника была классическая такая для этих мест. Ну, как бы две палки, вот так, палки, да, вот стоящая какая-то, и просто вот так вот огородка. Ну, как бывают такие загоны для скота, вот примерно такой же был полисадник. Дедушка потом большую часть этой самой волосы, выпилил, выкорчевал, оставил только вот этот куст в сирене. Жасмин, мне кажется, потом уже сажали. Три березы были изначально. Вон та береза, вот она вымахала, она изначально, ну, как бы самосев, она была такая тоненькая, как вон там, березка, изначально та. А позавременем вон, смотри, какой слон. Вот этот кустик рябинки, вот она так и растет, мне кажется. Мне кажется, что-таки рябина, она вот в таком состоянии, вот уже очень много лет. Ну, как, лет 10 точно. И тут кустик розы, и я когда уезжала, одна розочка распускалась, даже, ну, две. А когда приехала, и она уже, конечно, отцвела, но я поняла по бутонам, что розы 4 или 5 даже было. Шина, в которой раньше была кломба одно время. Тут иногда, кстати, вырастают вменяемые грибочки. Ну, место, которое ты, если смотрит шорсы, мои с кошкой, то вот в тех местах, куда камера сейчас и палец направлена, там вот кошка периодически сидит. По собственному желанию, либо ее туда загоняют. Вход кошки в дом, на кухню. Антенна. Раньше она высоко стояла, но был какой-то сильный ветер, она сломалась, эта палка, и в итоге, в общем, антенна вот уже года 2 или 3 тут находится. Но так как к телевизору был подключен DVD-BBK родственников, и так настроен, что его включаешь, ну, он не показывал сам по себе, показывал только с этим BBK. BBK уже недействительный, я даже не знаю, вот в прошлом году везла его, в конце прошлого года моя сестра или нет. Вот эта дверь, она от, это был вход, дверь, короче, огородная. Вход на огород, тут вот ящик для газового баллона. Тут практически у всех такие, у Бори только не было газа, было только электричество. Это ветло, она же Иван, дерево, на котором в детстве моя сестра свела гнездо. Я боялась туда забираться, а она туда, у нее реально такое гнездо было там, в одеялко лежало. В общем, она лежала среди этих веток там, как-то себе все это обустроило, у нее реально там было прямом смысле гнездо человеческое. А я как боялась забираться на деревья, так и боюсь. Вот она так повалилась, уже довольно древняя такая ива, и там вот, видишь, цветочки выросли. Там когда-то была клумбочка, но все вот так заросло. Вообще-то моя тетя ухаживала, и в прошлом году их совсем чуть-чуть было, в этом году они как-то вымахали. Рядом вот из всех цветов очень хорошо сохранился василек депоративный, он разросся в этом году. Самосев, слива, тернослива, ну в смысле смесь сливы и терно. Елки, мне кажется, их сажали специально тут сосна, елка и одна елочка сдохла несколько лет назад. Вот так вот как бы стоит. Тут утеплено с этой стороны, это окошечко из горницы. Вон там гнездо. В прошлом году в этом же месте птички свели гнездо, а потом сами его скинули. А тут свели новое. Это еще в начале лета было, даже еще в апреле где-то. В апреле, мае, то бишь весной. Так, я зеваю, я потом, наверное, приду немного посплю. Я сейчас дойду потом обратно до угла и покажу, докуда идет наша территория. И вообще как бы там вот зато была вот, ну тут лощинка такая, ямка, видно. Вот это вражек, это изначально дорожка была. И она вела вот прямо там, мостик был через пруд заканчивается, и начинается такой ручей, и еще маленький такой бочежок. И вот между ними был как бы ручеек есть, и вот по нему был мостик. И дорога бабушка Нина, бабушкина сестра, как раз вот детка, на которой женат был, она говорила, что туда вот на лошадях вот так ездили, в Прямяково, я так понимаю, отсюда. Может быть и даже не отсюда, не именно отсюда, в Прямяково, но ездили вот на поле, и возможно даже в Ескино. Мне вот хочется у соседки узнать, дорога кольцевая, она круговая, вот которую я называю круговой, она легла поверх какой-то проселочной дороги, или там частично делали уже вот искусственную как бы дорогу, вот как у нас поверх проселочной дороги, вот сделали эту дорогу. Вот они с двора, а это как раз вот стена, и вон там вот рядом вот этот кусок стены. Это как раз стена была, ну изначально дверь вот эта, одна из трех выходов в огород, и это как бы душ. Точнее, да, вот эта вот стена как раз в сарайке этой пчериной теперешней, как ее называют, пчелиная сарайка. А это вот кусок стены, это вот кусочек точнее, это вот как раз этот душ был. Тут вот трава, но это до упора практически вот до тех деревьев не доходя. Сейчас даже постараюсь показать, есть какой-то маленький шортик, там вот в этом углу было дерево, и как раз это вот обзаменовалось с концом нашей территории практически. С одной стороны, вот до упора до того дерева, это конец нашей территории будет. Раньше тут была тропка, и ходили на пруд, соседи вон те, как раз ходили где-то вот отсюда и туда. Вот даже еще вот, ну как бы ты не знаешь, но вот, вот где палец у меня, на экране у тебя, вот как раз вот здесь вот эта тропка была, и ходили соседей туда на пруд, через наш участок. То есть у нас, в принципе, здесь никогда загорожено не было. Хотя вот у меня вчера такая мысля была, вот здесь вот так облагородить все, периодически скашивать нормально, либо нанять того, кто это будет делать, ну и огородить вот так, территорию, допустим, какой-нибудь такой, сеточкой. Ну сеточка, конечно, нафига стоит, столбики поставить, сеточку и вот так вот огородить. И тоже тут все немножко пооблагородить, пообновить, подстроить. Вот сосна вон вымахала, как высоко. В общем, елка, сосна, или две сосны, сейчас узнаем. Там сосна, там еще выросла маленькая березка, ива или что-то еще, яблоня за елкой есть, маленькая. Года два подряд там были яблочки даже. Сосна, потом елка посередине, которая померла. Вот сейчас покажу ее. Тут, конечно, уже подзаросло малость. То, что косили. В прошлом году-то вообще до упора скосили тогда. Приезжал зять, младший сестры, муж, и он так вот как-то оперативно до туда прям выкосил. В этом году они как-то тут остановились. Так как приехали поздно, тут была трава высоченная, и крапива с полынью их остановила. Вон тут ветки что-то нижние. Подздохли. Маленькая елочка естов. Скелетик елочки, скажем так. Да, там уже другие деревья. Вот то дерево, это как раз по нему кончается наша территория. Вот если вот так идти. И вон туда. Тут сосна. Кусочек елочки, которая давно не жила. Вот видишь, еще больше, она больше стала, эта елка. То бишь, по сути, было бы две елки. Пока одна сосна. Сейчас еще вторая сосна. Немножко такая болеющая. Уже две сосны. Да, и вот эта третья сосна. Тут было, в общем, две сосны, две елки, еще сосна, но одна маленькая елочка, она не выжила как-то. А вон там вот березка видится, ствол. И вот вот этот куст. за сосной, это как раз яблоня. Там тоже иногда в этом кусочке бывают грибочки. Видимо, такой большой, длинный ролик будет. сейчас я тебе последний кусок покажу. Территория. В общем, от ветла до начала оврашка где-то метра полтора. Вот такой квадратик. вот так вот. И вот тут вот у нас чуть-чуть срезали, где-то вот до третьей оврашка. Это наша территория. Оттуда и сюда. Я не знаю, кто тут проектировал эту дорогу так, что не совсем продумано и обдумано, но так есть. С другой стороны, благодаря тому, что тут все-таки сделали дорогу, тут удобнее стало подъезжать. У нас там был мостик, он был полуразрушенный. Тетя с дедом просили сделать, я так поняла, этот мостик, но в итоге нам сделали дорогу. Ну что, зритель, спасибо тебе за компанию, если ты осилил это до конца. Ну и в общем, вот закончим нашу экскурсию на ветле, которое когда-то было гнездом. КОНЕЦ КОНЕЦ